Добрый день, Юрий Владимирович. Добрый день. Вопросы сегодня у нас будут связаны с тем, что случилось на дне в городе Конотопе, на Конотопском управлении. Ночью был совершен какой-то налет. Что это за налет? Что повредилось? Как все? Можете буквально сказать по этому случаю? Ну, это случилось с 26 на 27, то есть практически ночью, в субботу 27 числа, в 3 часа ночью. Ну, вкратце, вначале я скажу, между нами и Фармсоюз был заключен договор на размещение рекламы. И реклама довольно-таки необычная в этот раз. Если раньше там просто делались наклейки, они как-то под солнцем выгорали, теряли свой вид, то этот раз Фармсоюз принял решение красками художник разукрасить 5 вагонов на разнообразную тематику. Ну, все посвящено Фармсоюз, конечно, и тематика украинской. То есть 5 вагонов было размещено, этих 5 вагонов была размещена реклама, вышла красиво, люди все, ну и мы, и жители города Конотопа, то есть приветствовали, довольны были, что трамваи наши желто-белые, голубые ходили, но уже как-то мы их к ремонту-то готовили, я имею в виду покраски. Ну, а тут получилось так, что Фармсоюз принял такое решение, и нам, с одной стороны, хорошо, потому что мы сейчас деньги стараемся зарабатывать рекламами, услугами, то есть лишние деньги нам не мешают. Тематика Конотопа у нас сопутствовала, то есть то, что они предложили, это была... Она сопутствовала, будем говорить так, городу, сопутствовала Украине, государству, национальности нашей украинской, то есть это орнаменты не какие-то там выдуманные, она действительно наши украинские, и Калына, и Бандура, и Кобза там, то есть это все наше родное, оно где-то не принято, это с какого-то зарубежа, или оно все в нашем стиле, украинском, я имею в виду. И ночью с 26 на 27. И все, и вагоны вышли, я же говорю, все радовались, все удивлялись, и в ночь с 26 на 27, то есть, я же говорю, практически 27 числа, в 3 часа ночи, Сторож, ну у нас еще, видите, у нас с советских времен по периметру самого депо ограждено забор, но полтора метра высотой. То есть тогда, когда это все делали, никто не думал, что эти вандалы появятся. И вообще у кого-то даже в голове появится такая мысль, вагоны как-то обрисовать, ни на какую тематику просто кому-то захотелось, и взять их обрисовать. И вот они проникли на территорию нашего предприятия с набором большим количества краски, очень большим. Если у нас краска осталась, там порядка еще, наверное, две с лишним тысячи. Плюс то, что баллончики были использованы, и полиция забрала с собой. То есть проникло на территорию 4 человека. Три человека проникло, четвертый стоял за ограждением, наблюдал. Мастер как раз в 3 часа ночи, это Севастьянова Светлана Юрьевна, начала обход, и она увидела вот этих неизвестных людей, которые баллончиками уже, будем говорить, работали. А охранник, сторож у нас ходил по другой стороне. Она начала им кричать, стой. Ну, они, естественно, бросили эту краску, они убежали. Вызвали полицию, приехала полиция, возбудила уголовное дело. Это вандалист полнейший. Ну, вот, перебью немного. Что самое интересное, закрашена была та работа, которая проводилась сейчас. Да, и что интересно, те 5 вагонов, которые, реклама в фармсоюз. То есть это не просто, взяли где попало, они конкретно же заделывали на это. Я говорю, и такое впечатление, это то ли спланированная акция, то ли заказ чей-то. Ну, я не знаю, как может человек где-то порядка 4-5 тысяч потратить на эту краску, залезть на какое-то предприятие, просто так безлаберно что-то написать, почеркать, будем говорить, и получить от этого какое-то удовольствие. Я считаю, что это какие-то психически ненормальные люди, с отклонениями какими-то умственными. Потратить столько денег и получить удовольствие от вреда, ну, я не знаю, нормальных людей, ну, не должно оно вкладываться в голове. Потому что все это делалось не только для нас, и не только для фармсоюз, а для жителей города Коноток. Чтобы трамвай, если он идет, а это единственный транспорт в двух областях, я имею в виду электротранспорт, экологически чистый, большую часть мы перевозим пенсионеров, и вот так вот над ними надо ругаться. Ну, я говорю, я не знаю, у меня просто, ну, чисто по-человечески у меня не укладывается в голове. Если бы они хотели какое-то свое произведение, пожалуйста, пришли бы они к нам, мы им приготовили вагон, пожалуйста, рисуйте. Если это не противоречит закону, не противоречит и человеческому разуму, мы бы дали этот вагон бесплатно, пожалуйста, вы бы нам что-то нарисовали для города, для людей, у них денег, вы бы удовольствие получили, ну, и мы бы получили удовольствие. Ну, к сожалению, такого не случилось. С вагонами у вас в наличии так много? Есть, конечно, да, да, да. Мы определились пять вагонов с фармсоюзом, пять вагонов. Шестой мы еще готовим вагон, где у города, там у нас есть определенная тематика. Если это, еще раз повторяю, не противоречит законности, не противоречит человеческому разуму, пожалуйста. Это можно считать как обращение к вам? Как обращение к людям, которые хотят что-то свое показать, но они не могут нигде воплотить это в жизнь. Но, извините, среди ночи, в 3 часа ночи набрать краски на 4 тысячи, написать непонятно что и получить от этого удовольствие. Ну, и благодаря мастеру смены, я еще раз повторяю, Светлане Юрьевне Севастьяновне, которой огромное спасибо, которая честно и добросовестно выполняет свои обязанности функциональные, она предотвратила то, потому что, я подразумеваю, и беда была большая, в большем бы количестве. Они бы захватили все вагоны, потому что столько краски было. Ну, вот вкратце и все по этому вопросу. Светлане Юрьевне Севастьяновне